У меня дома сейчас какой-то кромешный хаос, потому что здесь у меня стирка, здесь это коврик, надо постирать ванну, ребенок все тут разлил. В общем, я перебираю шкафы сейчас, в очередной раз уваждаю там полки, вот здесь я уже более-менее так прибралась. Здесь убираю обувь, помытая обувь, здесь тоже все перебираю, выбираю. В общем, такая бомбежка, здесь вообще ужас, сейчас хочу в диване все повытаскивать, всю обувь, сумки, достаю летние сумки, убираю зимние, весенние. Также вне горы видите белья еще, дальше у меня здесь еще нужно подразобрать, здесь еще более-менее, я думаю, просто попротираю пыль, тут так еще по-божески терпит. Вот, но основная у меня задача еще разобрать диван, а также хочу, вот здесь мне как-то не очень удобно, у меня здесь мои вещи развешаны, а здесь летние вещи, навалены уже части весенних и зимних и все на свете, и я все-таки решила, что мне здесь удобнее будет разложить постельное, полотенце, а эту одежду переместить в другой шкаф в коридоре, где будет более доступна эта одежда. Так, сейчас давайте разберем, так, тапочки убираем, значит, я достала себе летнюю сумочку, у меня появилось две новых сумочки, а это с прошлого года розовая Michael Kors, мне она очень нравится, тик-тик-тик подальше, очень удобная, мне нравится, что здесь такая широкая удобная ручка, в ней можно круто быстренько куда-то выбежать, прогуляться, садик за ребенком, куда-то съездить, в общем, легкая, хорошая, удобная и супер достаю. Вот эта сумка, я не знаю, что делать, я ее уже носила тысячу лет, она немножко подносилась по краям, и, скорее всего, она поедет, наверное, к свекрови, потому что я помню, что она была очень удобная, ее так носить только как-то на вот этой длинном ремешке более-менее удобно, но если что-то начинаешь доставать, все отсюда вываливается, и, в общем, я, наверное, решила с ней расстаться. Это раритет, у меня клач, который мне дарила сестра на свадьбу, то есть я была в нем типа невеста, и как бы он лежит у меня, и цвет, он такой какой-то цвет шампанского, не чисто белый, то есть, ну, думаю, мало ли, может быть, под какой-то вечерний наряд, может, опять же, кому-то на свадьбу пригодится. Все-таки эта вещь такая, ну, не сильно выходящая из моды, скажем так, поэтому я ее решила оставить, потому что он идеально новый, абсолютно нигде не покоцанный, будет также лежать, ждать своего звездного часа. Так, дальше, что у нас здесь? Сейчас мы разберем тут какая-то обувь бесконечная. О, это мои туфли летние, я их достану, правда, тут чуть-чуть уже повредился каблук, может, потому что можно подклеить, это нужно сносить туфли кожаные, хорошие, и они мне вручают, опять же, куда-то кому-то на свадьбу поплясать, и это все хорошо. Так, зимние сапоги мы оставляем, мы клеем второй туфель, вот, да, ну, может, даже пока их не стоит доставать, раз мне пока у них особо, хотя уже в сезон можно на работу не ходить, будничный вариант тоже неплохо, а то так и пролежать, у меня много обуви, которая лежит годами, вот просто. Так, в этом что у нас? Чудо-юб, да? Вот эти ботинки чудесные, которые я одевала, наверное, один раз, и я как-то страшно набила в них ногу, и больше я их не носила, вот они у меня уже лежат, не знаю, сколько времени, ну, пусть еще полежат, потому что размер здесь 37-й, что-то они такие грязные какие-то, ладно, в общем, я бы одевала раз, 37-й, у меня сейчас как раз 37-й, может, они были большие, и я про них забыла, и не люблю я обувь совсем без каблука, сейчас я ношу достаточно обувь на низком каблуке, но все равно хотя бы там 5 сантиметров. Это ботинки новые, пусть лежат, ждут дальше своего звездного часа, может, когда-то пригодятся. Дальше я откопала зимние ботинки, в этом году я их ни разу не одевала, как и впрочем, им уже, я сейчас скажу, сколько, лет 8 точно, но дело в том, что я их носила мало, они натуральная кожа, с ними ничего не сделалось, не потрескалось, видите, ни носы, ничего, все замечательно, так что все равно под какую-то шубейку я их могу одеть, они мне прекрасно сидят, поэтому никуда отдавать не буду, оставлю, опять же, для какого-то наряда. Нашла она варежки, сын у нас еще год, Диме, и посмотрите, что набор для снеговика. В этом году было столько снега, но мы так валили, что и снеговика нифига не слепили, поэтому оставим для следующего года, может, повезет, и мы не будем болеть. Так, это у нас зимние мои ботинки, тоже у нас сплошной подложки, кожаные, сейчас я полностью перехожу на кожаную натуральную обувь, и вот мои ботиночки, я как-то их показывала в покупках. В этом году я их только что достала, достала, одела ровно один раз, и стало жарко, и я начала носить, ну, такие, как я их называю, копытца, более короткие, такие туфли глубокие, и все, эти ботинки, вот чуть-чуть царапина, конечно, жалко, но они у себя только два сезона отходило, весну-осень, а этой весной мне их не удалось даже сильно испачкать, раз и все, поэтому убираю. Так, это ботинки сына, как-то странно с размерами, конечно, детскими, это 30-е, они ему большие, а есть другие, какая обувь 30-е, ему как раз, короче, это хорошо, надеюсь, осенью мы еще продолжим в них ходить, потому что нога у нас растет с какой-то геометрической прогрессией, мы не успеваем просто покупать обувь. Вот, откопала еще кожаные шлепки, но они дико неудобные, на вот этой высокой, как бы, типа каблук платформы, и вот здесь пятка какая-то чудно сделана, мне она набивает вот здесь пятку, я не могу в них ходить, скорее всего, я их подарю своей тете, которая у меня совпадает размер ноги, причем у нас так интересно, у всей родни у нас большой достаточно размер обуви, а только у моей родной тети, которая старше у меня на 5 лет, молодая она, и у нас одинаковый с ней размер ноги, даже у ее дочки уже размер ноги больше, то есть генетика странная штука, выборочно, но хорошо, что есть кому отдать и не выбрасывать абсолютно, я их мало носила, они кожаные, мягенькие, хорошенькие, но вот, к сожалению, находить из-за вот этой вот подъема я не могу. Ну, в принципе, все, решила эти шлепки и черные ботинки замшевые, которые я не ношу, отдать, туфли достаю, сумку достаю, но, наверное, отдам, этой розовой буду пользоваться, и убираю до осени сумку, которую я ношу, сейчас она, конечно, уже такого непрезентабельного вида, я тоже вам показывала, Майкл Корс, натуральная замша, но она, конечно, зараза очень быстро испачкалась, и вот какие-то потерки, но она не такая темная, это почему-то камеры делают прям черные, нет-нет, она слегка такое потемневшее, камера прям, цвет такой ядреный, как будто там смазной, нет, и я ее ношу осенью, знаете, она очень вместительная, большая, но достаточно тяжелая, я ее чистила специальными средствами, всем, если кто знает, как очистить светлую замшу, подскажите, пожалуйста, буду очень признательна, сумка эта мне очень нравится, она приятная, такая на ощупь, натуральная замша, но, конечно, она очень быстро приходит, такой нетоварный вид, но осенью нормально, поэтому я ее убираю, летом я пропускаю более маленькие, удобные сумки, и, соответственно, в диване все я убрала, сейчас, как сказать, у меня, видите, здесь перекладина, вот здесь находится, здесь половина, это моя и ребенок, а здесь святая святых, это половина мужа, сюда я не прикасаюсь, потому что у него все очень аккуратно сложено, все по пакетикам, он все знает, там, по своей работе, его обувь, тут все идеально, тут не требуют уборки, поэтому я убираю только в нашей с сыном половине, а здесь все нормально, померила свои кедики, они мне в том году как-то где-то давили, но сейчас померила, вроде ничего, не знаю, может еще чуть-чуть разношу, красотища какая, под вот эту розовую сумку, самое оно, это покупалось, так сказать, в комплекте, и раз речь зашла о сумках, не могу не похвалиться, это мои две новиночки, любимицы, вот моя одна сумка, которую я сейчас очень активно хожу, это натуральная кожа, и ее можно носить так, и вот так, это сделано под Валентина, вот эти шипы мне очень нравятся, они придают мне такую, знаете, гламурность, немножечко такую брутальность, потому что ношу я их с вот такими штучками, так, сейчас вот так, с лаковым носом, и, соответственно, такой стиль брюки, вот эти, как они называются, я их называю копытца, в общем, блестят, приливаются с лаковым носочком, я их очень полюбила, хотя это и не натуральный, я прям ношу с большим удовольствием, здесь она, несмотря на то, что она такая кажется маленькая, да, вот моя ладонь, но она очень вместительная, такая толстенькая, и мне нравится, что там, я накидала сверху, убирала из другой сумки, красная подкладка, это прям, просто обожаю эту сумочку, я сейчас ее ношу, получаю кучу комплиментов, и все мне ее хвалят от стар до млад, женщина даже в возрасте очень удивилась, сказала, о, какая у тебя сумка классная, и тут тоже видите шипы на ручке, конечно, они очень приятные, когда переворачиваешь вот так, и немножечко острые впиваются тебе в плечо, но, в принципе, я от нее балдею, это супер, и цвет у нее такой необычный, какой-то бордовый, видите, как-то хорошо передает цвет, прям бордовый, вишневый, коричневый, непонятный цвет, в общем, класс, я ее обожаю, и сейчас просто от нее без ума, следующая сумочка, которую я одевала, наверное, пару раз, кстати, вот, зацените мой маникюр, это сейчас модно, на эти моды возвращаются, на перламутровые цвета, так что, белый перламутр, самый писк, но я что-то белый как-то побоялась, еще не совсем загорела кожа, а вот золотистый, мне прям как-то так радует меня, и это тоже моя вообще новиночка, любимца, и тоже натуральная кожа, я решила, короче, знаете, как психанула, купила себе две натуральных сумки, значит, это у нас подлугий тон, цвет очень такой нейтральный, бежевый, она тоже такая достаточно вместительная, но она уже посоветит с этой малышкой, у нее здесь, вот, цепочка, ремешок, и вот такая, вот, как и так, интерьер погремит, так, интерьер, вот такой ключик, которым закрывается, вот здесь замочек, я даже просто, но действительно закрывается, значит, внутри у нее, естественно, это не оригинал, но кожа, прекрасное качество, я не, честно, не понимаю людей, которые отдают, какие-то бешеные деньги, за сумки оригинальные, там, Валентина, Уэй, Светон, и так далее, это их, конечно, дело, но я, не знаю, либо у меня нет таких доходов, либо у меня просто жаба душит, вот, и, значит, внутри все, так, компактненько, ну, в принципе, самое необходимое, телефон, ключи, там, помада, какое-то зеркальце, вмещается, и все отлично, у меня все устраивает, тем более, кошелек я сейчас перестала носить, у меня небольшой, такой, как портмоне, маленькая, с карточкой, потому что, в основном, по бездну, все оплачиваю, и, в общем, вот это две такие у меня, хвостушки, похвалюшки, которые я обожаю, ой, что у нас валяется, и, да, вот, смотрите, у меня выстроено, два, четыре, шесть тональников, и только один у меня новый, маковский, как сфокусироваться, в общем, как-то так, мак 15 тонн, она у меня немножко светловато, но мне очень нравится, он классно подстраивается, в общем, супер, и я довольна маг, а вот это, это старый у меня Max Factor, Reflame, я их добиваю сейчас, мешаю, что только они делают, лишь бы все это прикончить, оставить один, потому что у меня какая-то мания, все в двух-трех экземплярах, ну, здесь у меня все тоже так, без изменений, чуть-чуть сегодня прибралась, лишнее пробрасывала, да, две туши, у меня одна такая, более посушая, иногда хочется так, немножко подмазнуться, и все, а здесь именно такая уже новая, жирненькая, которой я мажусь, это у меня вообще мои мастхевы, это жидкие хайлайтеры, которые я использую вместо теней, и также хайлайтерами, ну, в принципе, здесь все по минимуму, мои любимчики духи, из Турции, мне привезли, обожаю, это закос под Hugo Boss розовый, получают комплименты, от всех тоже, от мужчин, прекрасный аромат, ну, это Versace Crystal, все знают, так, а здесь тоже пока еще бардачок такой легкий, но тем не менее, кстати, вот хочу приобрести румяна, новые, эти вот стерла уже до дыр, а вот эти, что-то сейчас мне не очень нравится по цвету, по качеству еще более-менее, типа ржуа, но цвет как-то сейчас, то ли кожа уже стала немножко подзагорелая, видите, какая-то некрасивая, вчера сделал чистку лица, и какое-то еще красноватое у меня лицо, хотя я сделаю теперь ультразвуком, и мне очень понравилось, потому что не выходишь, как будто ты покусанный осами, все нормально, но тем не менее, какие-то следы остаются, поэтому и более подзагорелая, наверное, солнышки, и вот эти румяшки, они выглядят как коричнева, какая-то лишняя, хочется наоборот свежести, розовости, поэтому вот эти румяшки добью, и куплю себе какие-нибудь классные, новые.